Сегодня в рубрике «Стол подсказок» мы говорим о конфликтах между соседями, о юридических аспектах этих конфликтов, и поэтому мы пригласили в студию адвоката. У нас в гостях Александр Гомбарян. Добрый вечер. Здравствуйте. Сначала простой вопрос. Какие законы в Израиле регулируют взаимоотношения между соседями? Взаимоотношения между соседями регулируются как уголовным законодательством, когда соседи приступают уже закон слишком грубо, гражданским законодательством и муниципальным законодательством. То есть есть много законов, зависит от нарушений? Множество законов и три основные области. У нас довольно много звонков. Мы здесь собрали, пока шла программа от зрителей, которые хотели задать свой вопрос. Я не знаю, удалось ли нам связаться пока с первым из них. Есть? Есть. Пожалуйста. Добрый вечер. Задавайте вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Вас зовут? Меня зовут Руфина. Руфина, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос мой такой. Значит, в многоэтажном доме соседи, пользование воды, значит, есть квартирное пользование воды, есть сейфами шутефит, то, что называется. Понятно, да. Если кто-то из соседей на первом этаже, кумат-карка, загородил двор забором, незаконно комуван, и пользуется общей водой, при том, большую сумму он поставил большой бассейн во дворе и все лето пользовался водой общей. И все соседи получили огромные суммы денег. Вопрос ясен. Включайте телевизор, включайте звук у телевизора, адвокат вам ответит. Пожалуйста, Саша. Опять-таки, здесь есть две области, и муниципальная, и гражданская. Да. Если человек пользовался общей водой, которой не должен был пользоваться, то по закону деньги он должен вернуть тем людям, у которых он это забрал. А как можно разделить та вода, которая пошла, скажем, на то, чтобы помыть подъезд, и ту воду, которую он использовал? Трудно довольно. Я думаю, можно подсчитать приблизительно, сколько его ушло в бассейн, по тому, что было раньше проследить, и просто ту разницу, которую люди заплатили за него, люди имеют право получить назад. Каждый из соседей должен отдельный иск подавать при этом? Нет, не обязательно. Есть, во-первых, можно пойти к группе соседей, во-вторых, есть то, что называется нацигута байта мишутав, то есть представительство общего дома многоквартирного. Это орган типа домкома, то, что было в Советском Союзе, и вот этот орган именно может предъявить претензии к человеку. Только если владелец этого бассейна не является председателем домового комитета. Ответ ясен. Если мы связались еще со зрением, есть. Пожалуйста, ваш вопрос. Мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер, слышно. Алло, это Петр? А вы меня слышите, да? Да, слышим. А, это Петр говорит, я из Аждота. Пожалуйста. У нас проблема такая. Мы живем на седьмом этаже, а над нами живут соседи, которые по ночам устраивают страшный шум. Это начинается где-то в час, в два ночи. Я не хожу из-за этого на работу. Дочка не ходит в школу, в институт, потому что она не может выспаться. Мы поднимаемся наверх, пытаемся открыть дверь, но они не... спросить, угомонить их, ничего не происходит. Они выбрасывают из окон мусор и выпускают собаку гулять по подъезду, и при этом собака делает все свои дела прямо около нашего порога. Но самое страшное, это то, что от соседка, вот эта верхняя, она в ад, она председатель домового комитета. То, что мы как раз сейчас говорили. Петр, понятно, я вам от души сочувствую, слушайте ответ нашего адвоката. В общем, ужас, что творят. Жгут тряпки, смеются, музыку включают, пачкают, и собака, и вообще полный набор. Опять-таки мы пересекаемся, и здесь пересекается и уголовная, и гражданская ответственность. Конечно, полиция Израиля имеет право после 11 часов, если люди шумят, приехать и их попросить уголовниться. То есть первым делом следует звонить в полицию? Да, безусловно. У каждого человека есть то, что было гарантировано еще в Советской Конституции, право на отдых. Право на отдых в Израиле говорит о том, что начиная с 11 часов я имею право на то, чтобы в моей квартире было тихо. Поэтому, когда кто-то из соседей приступает этот закон и отнимает у меня это право, я имею право обратиться в полицию. Скажите, а сиеста не существует в Израиле? Когда-то был закон о сиесте? С двух часов, что ли? С двух до четырех. Последнее время я просто практически не слышал. То есть, может, он и есть, но то, что называется, отмер сам по себе. Это вот что касается одной части вопроса. Одной части. Вторая часть вопроса, и то, что я думаю, что я бы порекомендовал нашему зрителю, обратиться в суд с частным иском, с требованием денег. Потому что каждый раз, когда он... Это моральная компенсация называется? Это не моральная компенсация, это компенсация за тот реальный ущерб, который ему был причинен... Ну, скажем, девочка не может ходить учиться. Девочка не может ходить за часы недосыпа, за то беспокойство, за то время, что человек потратил на это. Он имеет право на компенсацию со стороны этих нарушителей. И я уверен более того, что если он обратится в суд с иском на серьезную сумму, то люди десять раз подумают, прежде чем шуметь в следующий раз. Или уже так приступят закон, что уже уголовный законодатель. Что очень важно, вот хотелось бы сказать всем нашим зрителям, очень важно. Неоднократно я сталкивался с делами, когда сосед, которого вот соседи довели, и уже невозможно, он шел вершить какой-то самосуд. Или расправу, после чего именно пострадавший, то в общем-то сосед оказывался под следствием в полиции, в суде. То есть очень важно, чтобы вы воздержались от... Не брать закон в собственные руки. Ни в коем случае. У нас есть еще вопрос, там осталась еще собака, и да еще был звонок про кошек. Но мы вернемся к этому вопросу, если успеем. Давайте все-таки послушаем зрителей. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый день. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня собственный дом. Вся наша улица – это собственные дома. И у моих соседей-квартиранты ставят машину, как они поселились, стали ставить машину под моим забором. Это уже не на вашей территории, как бы, за вашей территорией. Это территория, знаете, это улица. Но каждый из соседей ставит машину около своего забора. Вот как появились эти квартиранты? Они постоянно ставят машину под забором моим. А свой как бы берегут. А там ставят сосед машину, это его квартиранты. А, понятно. Там больше, слишком много людей живет. Да, слишком много людей. У меня тоже много людей, много машин. Но дети как-то находят места. У меня есть так нахэ. Мне тяжело куда-то идти далеко. Какие у меня права? Я не могу постоянно спорить с соседями. Дождите, но вы тогда, наверное, можете получить... Слушайте ответ. Я понял ваш вопрос. Может быть, там есть специальная стоянка, если у человека есть инвалидная? Нет, если есть собственные дома, не дается стоянка. А, да? Во-первых, хотелось бы узнать, действительно, кому принадлежатся участки. Улица объясняет. Да, это улица. Это не собственность. Улица тут, наверное, сложно. Я бы постарался переговорить с муниципалитетом. А что, действительно, если у человека есть собственный дом, ему не положена стоянка для инвалидов? Вот, думается мне, что если переговорить с муниципалитетом и объяснить ситуацию, весьма вероятно, что там войдут в положение, и просто вот тот участок улицы, который граничит с домом, можно будет по разрешению муниципалитета его поставить в знаки и приписать его именно к инвалидной стоянке. Ну, похоже, что не очень закон на стороне, да, нашей зрительности? Вы знаете, я не знаю, зачастую это падает в такие серые участки закона, где если муниципалитет пойдет навстречу, то тогда она вполне будет иметь на это право. Я думаю, что если грамотно обратиться в муниципалитет и как-то взять, в общем, их за душу, все-таки речь идет об инвалиде, то они вполне могут пойти навстречу. Хорошо, у нас, к сожалению, не осталось времени, но буквально 10 секунд по поводу животных. Был вопрос о кошках, которых развел сосед, там был, звучал от Петра вопрос о собаке. В двух словах, что за закон? Муниципалитет, в каждом муниципалитете есть ветеринарный надзор, есть экологический надзор, то, что называется их муниципалитет. Понятно. Местные органы власти обращаются. Местные органы власти, кроме того... Кончилось время, спасибо.